В Ненинском округе продолжается прием заявок от предпринимателей на участие во внеочередном конкурсе грантов и субсидий. Он стартовал 15 мая и продлится до 17 июня. Напомню, что грант предоставляется начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить субсидию на модернизацию оборудования. О том, какие требования предъявляются конкурсантам, на что обратить внимание при подготовке проекта и куда обращаться, расскажем в материале выпуска. Здесь проходит и акваэробика для беременных, и грудничково, плавание групповые, индивидуальные занятия. Родители могут ожидать здесь, наблюдать за занятиями, подбадривать своих малышей. Если они устанут, они могут перейти в зал ожидания, попить чай, кофе и наблюдать в камеры за тем, как инструктор занимается с ребенком. Камера работает, телевизор выведена, чтобы ему было не страшно оставлять за стенкой своего малыша. Региональный предприниматель Екатерина Ницветая работала инструктором в Центре грудничкового плавания в Москве. Положительный эффект от занятий в бассейне и успехи малышей вдохновили девушку на открытие собственного бизнеса в родном Наринмаре. Какой эффект дают такие занятия? Они укрепляют нервную систему, расслабляют. Ныряние дает кровообращение мозг, и ребенок начинает развивать все высшие психические функции. Также речевое развитие происходит за счет дыхательных упражнений в воду. Также развитие опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы. Идет массаж воды, то есть закаливание происходит. На создание Центра оздоровительного плавания Екатерина получила 105 тысяч рублей от Центра занятости населения. Еще 500 тысяч рублей в виде гранта из окружного бюджета. Кроме того, существенную часть расходов предприниматель покрывала за счет собственных средств. Много было трудностей, потому что очень столкнулись с тем, что много нет специалистов каких-то определенных. Все приходилось делать самим. Теперь мы сами умеем разбираться во всем оборудовании бассейна. Были разные моменты, когда что-то ломалось, что-то нужно было срочно дозаказать, не было дороги, было что-то не привезти. Таких куча было трудностей, и не хватало уже сил в конце. В принципе, я довольна той работой, которая сейчас здесь имеется, что получилось. Пока что такого прям сильно потока людей нет, потому что мы только неделю работаем. Но, в принципе, те детки, которые уже бывали в нашем центре, уже привели какой-то положительные эмоции. И та уже работа проделанная, которая была сложная, она уже даже подзабылась. Грант в размере одного миллиона рублей на открытие своего дела получил Николай Котелевский. Вместе со своим партнёром по бизнесу мужчина открыл в окружной столице ресторан быстрого питания. Кроме того, предприниматели вложили в свой бизнес ещё около 7 миллионов рублей собственных средств. Большая часть денег была направлена на закупку современного оборудования. Всё, что используется на большой земле, то и у нас используется только в другой мере. Потому что у нас, допустим, конвейерная система, и мы думали, что она будет нормальной. Она так и работает, потому что у нас другого варианта сейчас нет. Оборудование очень дорогое. Модернизация оборудования позволила расширить меню и увеличить производственные мощности. Так, в окружной столице появился первый ресторан быстрого питания, который, по словам владельцев, не уступает по качеству продукции аналогам с большой земли. Не было таких заведений, в принципе, в малых городах, которые находятся далеко от дорог, то есть не проездные. А особенно то, что касается севера. То есть, в принципе, таких не было. Поэтому нам приходится изобретать велосипед снова. И здесь не только американский фастфуд, здесь и европейский фастфуд, и, скорее всего, будет и японский, и китайский. И будем пробовать на всём, что понравится потребителю, то и будем использовать. Для тех, кто так же, как Екатерина и Николай, готов открыть свой бизнес, в округе предусмотрена финансовая поддержка в виде гранта. Чтобы его получить, необходимо подготовить бизнес-проект и подать заявку на конкурс. Доработать проект поможет группа экспертов. С каждым проектом будут отработаны все слабые места. И этот бизнес-проект должен быть доведен до, так сказать, окончательной бизнес-идеи, которая должна быть, так сказать, соответствовать всем требованиям. После этого будет проведена комиссия. И на эту комиссию будет представлен, кроме доработанного бизнес-проекта, ещё те моменты, на которые эксперты хотели бы обратить внимание. Как нам рассказал начальник Центра реализации проектов регионального ЦРБ Виктор Чуклин, конкурсантам предъявляются ряд требований. Одно из них – соответствующая подготовка. Это может быть высшее экономическое или юридическое образование, или пройденные курсы. Есть курсы по программе корпорации МСП, федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Азбука предпринимателей ведутся здесь. Их можно, в принципе, пройти для того, чтобы заявиться на конкурс грантов. Данные курсы сейчас, которые к данному конкурсу, приём документов на гранты идёт до 17 июня, а с 3 по 7 июня у нас будет проходить такой курс. Как отметил Виктор Чуклин, увеличивает шанс получить грант количество создаваемых рабочих мест. К примеру, в Центре оздоровительного плавания их два. При необходимости предприниматель готова взять на работу ещё пару человек. В ресторане быстрого питания работает порядка 10 человек. Ещё одно условие конкурса – наличие у бизнесмена собственных средств в размере 15% от получаемого гранта. Сумма предоставляется в размере 500 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя или 1 миллион для общества, ограниченной ответственностью, где два и более учредителей. Параллельно с конкурсом грантов идёт приём заявок на предоставление субсидии на модернизацию оборудования. Здесь единственное, что в отличие от конкурса грантов, о котором мы до этого говорили, то, что нет ограничений с момента регистрации. Если там менее года должно быть, то тут может быть более. И здесь возмещаются уже понесённые затраты. А в конкурсе грантов у нас стартап – это будущие затраты. Максимальный размер субсидии составляет 1 миллион рублей. При этом минимальная стоимость оборудования должна начинаться от 20 тысяч рублей. Заявки на конкурс для получения финансовой поддержки принимаются в Департаменте финансов и экономики НАО до 17 июня. Справки по необходимым документам, порядке рассмотрения заявок, целевом использовании грантовых средств и другим вопросам можно получить в Центре развития бизнеса НАО или по телефону 2-30-15. Там же можно получить помощь в составлении бизнес-плана и подготовке конкурсного заявления.